Если брать достижения, то за последние 15 лет, что нам удалось достичь, мы смогли вот эти вот огромное количество гистологических подтипов, по крайней мере основных из них, по встречаемости, разделить на чувствительность к хотя бы стандартным цитостатикам. И вы видите, здесь есть определенные интересные показатели. Мексоидная липосаркома оказывается высокочувствительной к химиотерапии. Если взять вот эту строчку, прошу прощения за цвет, додифференцированная и плеоморфная липосаркома, это средняя чувствительность к химиотерапии. Это говорит в первую очередь о гетерогенности внутри одного гистологического подтипа. И к большому сожалению, нам сейчас мало заключения от патоморфолога, что диагноз является липосаркомой. Нам нужны дополнительные характеристики. Характеристики зависят от локализации, поскольку большинство липосарком, находящихся на конечностях, метастазируют только в легкие. Если эта липосаркома находится в брюшной полости, она может метастазировать как в печень, так и множественные узлы внутри брюшной полости, также может метастазировать в легкие. Если это миксоидная липосаркома, она может метастазировать абсолютно в любые части человеческого тела. И наиболее излюбленное место – это кости позвоночника, позвоночного столба, поэтому это исследование на этапе первичной диагностики должно входить в стандартный алгоритм. Дальше вы видите саркома Юинга, ПНЭТ, Рабдомиосаркома, Синовиальная, Ангиосаркома. Это то, что мы сейчас в принципе очень эффективно можем лечить стандартными цитостатиками. И последняя, нижняя строчка – это опухоли резистентные к стандартной химиотерапии, альвеолярная саркома мягких тканей, светлоклеточная саркома мягких тканей, по поводу светлоклеточной или меланомы мягких тканей. Очень интересные данные, которые показывал Евгений Науч по поводу наличия или отсутствия Бераф мутации. Я могу сказать, что мы проанализировали 8 случаев за последние 2 года, и ни в одном из них не нашли мутации в гене Бераф. К сожалению. И длительные дискуссии были с патоморфологами по поводу морфологических отличий на световом уровне или по молекулярной экспрессии светлоклеточной саркомы от меланомы мягких тканей. Определить их невозможно. Единственное, что в практически 90% встречается транслокация 12-22. Это транслокация, которая встречается в опухолях семейства Юинга. И основополагающие моменты, которые позволяют нам отличить ту опухоль от другой, это срок от постановки диагноза до гибели пациента. Если от момента выполнения хирургического лечения до прошел год и пациент жив, то с большой вероятностью это светлоклеточная саркома. Если прошел меньший срок и бурная диссеминация, то с большой вероятностью это меланома. Поэтому часть методов эмпирическая. Это тоже интересные клинические наблюдения. Есть ряд опухолей с низкой чувствительностью к химиотерапии, но тем не менее мы пытаемся пробовать и пытаемся давать какую-то, пытаться палитивную помощь пациентам. Сюда входит некосная миксоидная хондросаркома, кстати говоря, тоже имеющая определенную транслокацию. Вообще по поводу транслокации очень интересная теория была французской саркомной группы. Они так и назвали эту группу опухолей Translocation Related. Это те опухоли, в которых присутствуют какие-либо транслокации. И идеология была, что подход к лечению и к выбору препаратов должен быть со стороны как раз молекулярной цитогенетики. И должен зависеть от наличия или отсутствия той или иной транслокации. И пытались мешать самые разные группы гистологических подтипов. То есть, если взять ту же самую Юинг и взять светлоклеточную саркому, у них есть в небольшом проценте одна и та же транслокация. Пытались подвести эту теорию к тому, что светлоклеточную саркому можно лечить так же, как саркома Юинга. Но, к сожалению, не вышло. Это как раз тот стык, когда клиника с основной наукой пересекаются. И пересекаются, наверное, недостаточно часто, чтобы передать друг другу свой опыт в полном объеме. И не делать тех шагов, которые занимают время, но не приводят к какому-либо клиническому результату. Еще одно достижение. Вы видите даты 1974 год, 1993 год, 1997 год. Препараты, которые абсолютно всем известны. Старые и древние – это антрациклины, доксурубицин, алкелаты и фосфамид. Но, к большому сожалению, только, ну, наверное, 10-12 лет спустя мы поняли, что для влечения мезонхимальных опухолей есть критический порог дозовой концентрации. Таким образом, если мы используем дозу доксурубицинов 45 мг на квадратный метр, мы не достигаем 20% каких-либо ответов. Если дозу это увеличить до 75, вы видите, это практически 40%, то есть это удваивается. То же самое с ифосфамидом. Стандартная дозировка 6 г на квадратный метр – это не превышает 10-12% объективных ответов. А болюсное введение 14 г на квадратный метр – это, понятно, растянуто во времени, курсовая доза. Эффективность превышает 50%. Соответственно, если теоретически подумать о том, что скомбинировав эти два препарата, у одного до 40% эффективности, у другого до 60%, теоретически мы должны были получить 100% и победить, так сказать, и рак, и саркома вместе взятые. Но, опять-таки, это тоже не так. Поэтому чувствительность к этим двум препаратам из 120 гистологических подтипов сарком, она тоже весьма избирательна. И все это говорю к тому, что меня попросили один раз сделать 15-минутный доклад и рассказать все о саркомах. И я оппонировал председателю и сказал, что если попросить вас за 5 минут рассказать о всех подтипах рака, которые существуют, вы просто скажете, что рак – это тяжелая болезнь. Также я говорю, что саркома – это тоже тяжелая болезнь, а самое главное, что очень запутанно, потому что в понимании большинства докторов это одна нозология, а на самом деле их более 120. И с каждым годом, кстати говоря, растет последняя возрастная классификация, опять переворошила часть гистологических подтипов. И у нас опять выросло количество тех, которые раньше называли злокачественной фиброзной агестиоцитомы, сейчас называется недифференцированная саркома, опять процентная дифференцировка их изменилась. Это происходит, судя по всему, волнообразно, где-то, наверное, каждые 10-15 лет в течение последних 30 лет. Рекомендуемые режимы химиотерапии, я не буду здесь останавливаться подробно, но скажу одно, и почему тоже выдвигаю это в разряд достижений. В учебниках за последние, наверное, 20 лет или 25 лет по химиотерапии вот эти схемы были прописаны, за исключением комбинации гемзара и токсотера, которая появилась с начала 2000-х годов, и тоже занял достаточно длительный срок от них уйти и их изменить. И вот в красных кружках я приблизительно описал, почему, опираясь на первый слайд дозозависимости двух наиболее активных препаратов. Клинические исследования, которые показывают и доказывают это, видите, первые три это европейские стандартные дозы, и последнее это американское исследование, 63 пациента, последующая публикация была 129 пациентов, объективный эффект 57%, медиана выживаемости удвоена. Это то, как раз, о чем я говорил, что не удается, к сожалению, достичь 100% эффективности, но для лечения мезонхимальных опухолей 57% объективных эффектов и удвоение медианы выживаемости – это серьезный результат. Критерии оценки. Возвращаясь к гастроэнтестинальным стромальным опухолям, когда мы начинали терапию, мы видели увеличение зон некроза, увеличение размеров очагов, и, по большому счету, первые ошибки были, когда мы прекращали терапию гливеком в самом начале, и расценивали это как прогрессирование. На самом же деле ушло, наверное, 2 или 3 года, пока мировая общественность поняла это и приняла, что это были клинические ошибки, и что менялась значительно структура опухоли, увеличивалась зона некроза, снижалась плотность очагов. И далее были придуманы как раз критерии ЧОИ. ЧОИ – это рентгенолог, который находится в клинике М.Д. Андерсон, и, слава богу, до настоящего времени неплохо себя чувствует и пытается совместить систему, которая разработана им, с стандартными критериями РИЦИСТ, которыми все привыкли пользоваться. Но до сих пор это не удалось, и на рентгенологических конференциях те рентгенологи, которые ездят туда, они тоже говорят, что это вызывает бурные дискуссии, и критерии по изменению плотности опухоли пытаются экстраполировать и на ряд эпителиальных опухолей, что, может быть, в ряде случаев и имеет смысл. Хотя, не могу сказать честно, на своем опыте не видел такого, чтобы это имело какое-то значимое прогностическое значение. По поводу эволюции за последние 30 лет хотелось бы остановиться на двух неожиданных подтипах гистологических. Это ангиосаркомы. В чем гетерогенность их? Если взять ангиосаркомы кожи волосистой части головы, скальпа, то эти опухоли очень хорошо отвечают на монотерапию еженедельным паклитокселом, и эффективность превышает 80%. Если взять ангиосаркомы, так называемый синдром Стивена Трифса, это ангиосаркомы, возникающие на фоне длительного хронического лимфостаза у пациенток после радикальных мастектомий, выполненных по поводу рака молочной железы, это локализация наиболее чувствительной комбинации гемцитабина и доцитоксела. Есть группа органных сарком, часть из них наиболее часто встречающаяся – это ангиосаркомы сердца и легкого. Эти опухоли почему-то наиболее часто отвечают на комбинацию фосфамиды и доксуробицина. Это тоже, опять-таки, к вопросам о гетерогенности внутри одного подтипа. Дальше я не буду останавливаться, подробно здесь я расскажу об этом чуть позже. Позапониполеватриент – препарат, давно известный для лечения рака почки. Несколько лет назад были завершены клинические исследования, и была показана эффективность в лечении сарком мягких тканей. Здесь я хотел бы остановиться как раз на гистологических подтипах. У нас всегда есть трудности, есть связанные руки. Связанные руки, в первую очередь, то, о чем уже говорили, это солитарная фиброзная опухоль, или по старому она называлась гемангиоперицитома. Это опухоль, которая очень плохо отвечает на стандартную цитостатическую терапию, и первые работы, которые были выполнены в институте Дитумари в Милане, группой Александра Гронки, применялись препараты по типу позапонипа, сунитениба, нексавара, и показаны первые результаты эффективности, превышающие 40-50% при вот конкретно этом гистологическом подтипе. Поэтому, получая официальную рекомендацию по использованию для лечения сарком мягких тканей, это, конечно, безусловно, расширяет наш терапевтический арсенал. Помимо этого, есть ангиосаркомы, опухоли из оболочек периферических нервов, тоже которые, кстати, не сильно хорошо отвечают на стандартную химиотерапию, и исключались полностью из исследований по результатам первой и второй фазы, это липосаркомы и гастроэнтестинальные и стромальные опухоли. Что удалось достичь? 20 недель по сравнению с 7 неделями на плацебо. По эффективности практически стандартные эффекты, которые мы сейчас видим в лечении мезонхимальных опухолей на таргетные препараты. Единственное, что в группе с плацебо мне несколько смутило 40% стабилизации на плацебо. Скорее всего, туда включались еще достаточно большое количество высокодифференцированных опухолей, которые сами по себе со временем не росли. По побочным эффектам препарат переносился достаточно хорошо, но наиболее частые побочные явления – это гипертензия. И диарея, что характерно для этой группы препаратов. Данные нашей клиники. У нас оценено 42 пациента. По морфологии синавиальная, леомио, ангио, ЗФГ, альвеолярная светлоклеточная параганглиома злокачественная, гемангиоперицитома и эпителеоидная саркома. По эффективности контроль роста опухоли составил 77,5%. Отсутствовали полные эффекты, видите, крайне редкие частичные эффекты. В зависимости от степени злокачественности нельзя сказать, что можно было выявить какую-либо зависимость. Медиана времени до прогрессирования составила 8,3 месяца. И вот сравнение данных исследований по лет. 246 человек, у нас 40 человек. Видите, что приблизительно одно и то же, хотя контроль роста опухоли у нас явно был бы ниже, если бы количество пациентов было бы больше. И клинические случаи интересные я попытался подобрать, чтобы как раз вернуться к началу этого доклада и разговоре о редких гистологических подтипах. Синвиальная саркома мягких тканей таза с метастатическим поражением легких и костей, третья линия, 6 месяцев стабилизации. Я пытаюсь все время как-то красочно сделать слайды, но это не получается, потому что сложно показывать эффект стабилизации, картинки до и после, они практически не отличаются и не вызывают какого-то восторга у публики. Гемангиоперецитом из-за брюшинного пространства, метастазы в легкие, четвертая линия, 16 месяцев стабилизации болезни, но полтора года это достаточно значимый срок. Альвеолярная саркома мягких тканей правого бедра с метастатическим поражением легких и костей, первая линия, поскольку на альвеолярную саркома мягких тканей отсутствует какая-либо альтернативная цитостатическая терапия, в течение 8 месяцев в настоящее время прием препарата продолжается. И хотел обратить ваше внимание, что очень типичная, характерная картина метастатического поражения легких, это такая шрапнель мелкая, очень большое количество мелких метастазов. Если вот такая картина видна, то в первую очередь первичную опухоль нужно искать либо в передней, либо в медиальной, либо в задней группе мышц бедра. Как правило, она небольшого размера, но уже с таким вот метастатическим потенциалом. Альвеолярная саркома мягких тканей языка с метастатическим поражением костей. Первая линия также в течение 6 месяцев, минимальный ответ. В настоящее время препарат тоже продолжает прием, это 10 месяц 2014 года, сейчас у нас июль месяц, это пациентка наша коллега, и уже срок приближается к 2 годам. Йондолес. Достижение в чем? Достижение в том, что это первый препарат, который был зарегистрирован для лечения саркома мягких тканей, и мы стали ощущать себя не брошенными в онкологии, а что фармбизнес хоть каким-то образом пытается и заинтересован поддерживать эту малочисленную группу больных. Хотя, конечно, по сравнению с раком молочной железы или раком легкого, это коммерчески абсолютно невыгодно. Препарат исходно позиционировался как чистый цитостатик, который влиял на процесс репарации и транскрипции. Сейчас выявлено два новых механизма действия. Это влияние непонятное пока по механизму на ангиогенез, но в опухолях, где выявлена эффективность этого препарата, при повторных биопсиях выявляется резкое снижение количества сосудов, питающих опухоли, и сосуды нормализуются. То есть, вот, неоангиогенез, он затормаживается. Механизм пока не ясен. И также P53, независимый путь апоптоза. Это вот та часть, которая относит его на середину между таргетными и обычными цитостатиками. В качестве второй линии, видите, общая выживаемость через год 61%, через два года 32% медиана выживаемости, вторая и более линия 14 месяцев. Это достаточно значимая цифра, есть ради чего бороться. Данные нашей клиники, 50 больных оценено, контроль роста опухоли 56%. Также вы видите практически отсутствие полного эффекта. По результатам эффективности этот препарат больше похож на таргетный. У нас нет уменьшения размеров опухоли, у нас крайне редкое сокращение опухоли. Это говорит о том, что не имеет смысла препарат использовать в неоадивантном режиме. Хирурги за это спасибо особого не скажут. Собственно, так же, как и использование в адивантном режиме, но для этого покажут уже какие-то дальнейшие исследования, если они, в принципе, будут. Здесь интересные данные, показывающие то, что при использовании препарата в качестве второй линии результаты лечения больных в виде увеличения общей выживаемости и медианы выживаемости выше. И если задуматься, то, в принципе, это логично, если пациент отвечает на лечение, но здесь самое главное – длительность ответа. Вот если ответ на тробектидин есть, то он, как правило, очень длительный. И большинство пациентов, которые начинают получать препарат, они получают в среднем где-то 6-8 месяцев. Некоторые у нас есть наблюдения больше 2,5 лет. Сейчас я его покажу. Типичная ситуация – удаление миома матки, 10-й год. Гистологический миома. В марте 11-го местный рецидив, пангистеректомия, лемиосаркома, второй степени злокачественности. Местный рецидив метастаза в легкие через 2 месяца после операции. Попытка стандартной цитостатической терапии без эффекта в качестве второй линии тробектидин. И интересно, на что хотел обратить ваше внимание. Начало терапии январь 2012 года. Вот такая вот масса брюшной полости, пролобирующая через переднюю брюшную стенку, практически заканчивающаяся на коже с вещевым ходом. И август 2013 года, спустя, у нас получается 18 месяцев. Через 18 месяцев только нам удалось зарегистрировать частичные эффекты уменьшения размеров опухоли на 45%. То есть это опять-таки возвращаясь к возможности клинической оценки эффективности. Мы привыкли, когда проводят терапию лимфомом, или мелкоклеточный рак легкого, фактически на кончике иглы то, что называется, начинается бурный эффект, массы, размеры уменьшаются, и через 3 недели мы уже можем что-то клинически видеть. То это совершенно другая группа опухолей. И вы видите, какие длительные сроки иногда требуются для того, чтобы понять, насколько он работает и какие есть преимущества. Не буду подробно останавливаться на этой таблице, я уже большинство рассказал. Но хотелось бы несколько слов сказать здесь. Дерматофибросаркома выбухающая, имотиниб. Только в последнее время выяснилось, что механизм действия не только через C-кит зависимый и PDGF-бета зависимый, но и есть так называемый CSF, это колоннестимулирующий фактор. Он, видно, не обозначен как-то дополнительно, но это третий мишень Глевек, и основная эффективность при увеличении дерматофибросаркома идет именно через этот механизм. Ангиосаркома, гемангиоэндотелиома, биоцизумаб, сутент, сарафиниб, позапониб. Собственно, идея вся понятна. Это то, что говорил Евгений Наумович. Это стат-6, и все вытекающие из него каскады. Соответственно, мы получаем эффективность здесь. Синовиальная саркома. В редких случаях были наблюдения эффективности ингибиторов IGFR, антагонистов допаминовых рецепторов. Нейрогенные саркомы, ингибиторы МТОР. К большому сожалению, компания РОЖ прекратила свои исследования при саркомах. Это был препарат Р-1506. Это блокадер инсулиноподобного фактора роста. С одной стороны, с другой стороны, большая радость наступила у компании Лили. Она в этом году регистрирует этот препарат для лечения аденокарциномы легкого. Соответственно, у нас что-то добавится в арсенале. Это то, о чем также говорил Евгений Наумович. Это MDM2. Большая проблема высокой дедифференцированных липосарком, когда морфолог говорит, что часть опухоли представлена липомоподобной опухоли, которая является практически доброкачественной. И дедифференцированная липосаркома, агрессивнейший. И что нам делать? Хорошо, мы можем дать химиотерапию. Тот узел, который представлен дедифференцированным, он его чуть-чуть сократит, чуть-чуть уменьшит активность. Но за это время липомоподобная опухоль увеличится в 10 раз. И дальше возникает вопрос уже хирургический. А как можно сделать так, чтобы оставить полорганизма в организме все-таки? И с огромной вероятностью последующего рецидива. Чем чаще рецидивы липосаркома, тем выше возможность дедифференцировки. И последние ингибиторы СМЕД и АЛК – это то, что уже есть в арсенале. И то, что на пути. Это воспалительная миофибропластная опухоль. Наряду с лимфомой была обнаружена транслокация гена 4-ФЛАЛК. И есть препарат кризотениб, который также зарегистрирован для лечения рака легкого, который мы тоже можем использовать. Но это редкая опухоль. И основной подход к ее лечению является хирургический. И в основном те опухоли, которые располагаются в средостении, она имеет инвазивный рост и трудности хирургического лечения. Поэтому имеет смысл по возможности пытаться применять препарат в случаях, когда эта опухоль исходно неоперабельна. И в завершении своего доклада, где как ни здесь, хотелось бы пригласить всех на нашу 4-ю международную конференцию «Саркома костей мягких тканей опухоли кожи», которая будет проходить в начале июля на базе Томского НИИ онкологии. Там будет 4-я по счету. Это международная конференция. Страны СНГ, Россия, международное участие. И академик Чейнзонов радушно всех туда приглашает и ждет. Спасибо.